В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский проверил готовность помещения для поликлиники в микрорайоне Зеленой аллеи. Ребята из видновского летнего лагеря «Ромашка» поучаствовали в игре по мотивам знаменитого шоу «Форт Боярд». Участники клуба, любители поэзии, организовали поэтический марафон, посвященный Дню памяти и скорби. Несколько лет жители микрорайона Зеленой аллеи мечтали о том, чтобы у них появилась своя поликлиника. В начале нынешнего года амбулаторию начали обустраивать на первом этаже одного из жилых домов. Готовность помещения проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Его сопровождала и наша съемочная группа. Максим Козлов узнал, когда откроется учреждение. Сегодня в расписании главы муниципалитета Алексея Спаского первым пунктом стоит посещение новой поликлиники в ЖК «Зеленая аллея». Дом, в котором она находится, был возведен еще в 2018 году, а вот работа над строительством лечебного заведения затянулась. Сейчас оно приобрело практически законченный вид. На стенде с расписанием работы специалистов нет ни имен врачей, ни времени, когда они принимают. Также пусто и на ресепшене, и в этих просторных коридорах. Но со всей определенностью можно сказать, что самый главный вопрос, который волновал жителей «Зеленых аллей», будет ли у нас своя поликлиника, теперь уже абсолютно точно снят. Сейчас идет активный набор персонала. Денис Коваленко, врач-терапевт. Именно он скоро вступит в должность заведующего поликлиникой. В настоящий момент Денис Николаевич повышает квалификацию, постигая нелегкую науку управления медицинским учреждением. Новая профессия, я считаю, все с нуля. Я пока на обучении, на самом деле. То есть я сижу в зав. поликлинике, зав. терапевтическими отделениями, обучаюсь всему. Веду прямо население, решаю какие-то вопросы, какие-то проблемы возникают в течение рабочего дня. Обучаюсь с выполнением документации. Поликлиник рассчитан на 100 посещений в день, что способно покрыть потребности в медицинских услугах жителей микрорайона. А сейчас здесь проживает порядка 12 тысяч человек. В ходе экскурсии, которую провели для Алексея Спаскова, обсудили ряд проблем. Не открыли, еще не раскрыли, они упакованы. А так все есть, компьютеры есть, очень удобно, что кондиционеры даже есть в кабинетах. То есть для удобства в полах есть. Плиточка. Да, осталось только вот. Плиточка. Недаром глава округа сделал акцент на отсутствие плитки на стенах. В ряде кабинетов ее действительно нет, что является препятствием для получения лицензии на ведение медицинской деятельности. К сожалению, все режимные кабинеты, которые у нас здесь есть, не соответствуют тем санитарным нормам санпином, которые утверждены нашим Минздравом. И нету плитки, самое главное, которая должна быть в кабинетах. Она покрыта эмульсионной краской. По заявлению застройщика, проблема эта будет решена в кратчайшие сроки. Также необходимо установить оборудование и провести компьютерные коммуникации. Все работы, которые мы сейчас проговорили, ориентировочно полтора-два месяца, сейчас застройщикам отработан, чтобы максимально быстро в рамках этих сроков все это было сделано. Соответственно, будем открываться. После открытия жителям станут доступны врачи-терапевты, невролог, эндокринолог, офтальмолог, лор-хирург, травматолог, а также процедурные кабинеты, УЗИ и дневной стационар. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И в продолжении темы. После косметического ремонта возобновили работу третье хирургическое и офтальмологическое отделение Видновской районной клинической больницы. Олеся Попова побывала в лечебном учреждении и расскажет подробно. Одно из зданий ВРКБ в Расторгуеве было построено еще в 60-х. С тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт до 2020-го. Тогда в здании обновили все коммуникации, отделку помещений, мебель, фасад и даже оборудование. Однако в январе этого года обнаружилась проблема – протекающая крыша. Второй и третий этаж пришлось временно закрыть из-за затопления. В мае здесь провели косметический ремонт и полностью возобновить работу удалось с 1 июня. Надо было понимать, что было до того и что нынче стало. Безусловно, конечно, тот ремонт, который привезен, это для нас большая находка, это большая помощь, это в силу вообще, это просто огромный комфорт, потому что, как сказать, поменяли все оборудование практически, да, световые приборы. Теперь жители округа могут получать медицинскую помощь не только качественно, но и с комфортом. Третье хирургическое отделение ВРКБ рассчитано на круглосуточное пребывание 15 пациентов. Здесь проводят только плановые операции. Все врачи и медсестры, что трудятся в коллективе, в высшей категории. За 20 лет работы медики провели около 13 тысяч операций. А в 2021 году отделению пришлось справляться с повышенной нагрузкой из-за пандемии. В 2021 году, несмотря что ковид был, мы сделали 705 операций, вот, как детскому, так и взрослому населению. Ну, достаточно плотно мы работали, у нас было по 4-5 операций в день, вот, но дело в том, что у нас не было другого выбора, не было другого выхода, и мы практически больных обследовали, госпитализировали, уплотнялись и выполняли операцию. Автальмологическое отделение тоже возобновило работу с началом лета. Теперь жителям района продолжат восстанавливать и сохранять зрение при помощи высокотехнологичного оборудования. Здесь успешно оперируют и лечат даже катаракту и глаукому. Иногда в Расторгуевское автальмологическое отделение направляют и жителей других регионов. И мы снова открылись и снова готовы оказывать не только плановую помощь, как оказывали 2 года назад, но и экстренную помощь для своих пациентов. Приступают пациенты с неясным диагнозом или с подозрением на тот иной диагноз, в частности, на глаукому или на отслойку сетчатки в центральном отделе. Тогда мы такие пациенты берем на диагностику, мы проводим им исследования на оптическом конкретном томографе, которое у нас имеется в отделении и которое позволяет выявить патологию на более ранних стадиях. В автальмологическом отделении проводят как плановую диагностику зрения, так и сложные операции, в том числе с имплантами. Здесь есть возможность круглосуточного пребывания 25 человек. Как и в третьем хирургическом отделении, здесь обновили палаты еще во время капитального ремонта, чтобы жители округа лечились в максимально комфортных условиях. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Успешно пройти 8 нелегких испытаний, отгадать загадки на логику и смекалку, чтобы собрать как можно больше ключей и подсказок и открыть сокровищницу. Ребята из видновского летнего лагеря «Ромашка» поучаствовали в игре по мотивам знаменитого шоу «Форт Боярд». Вы готовы покорить «Форт Боярд»? Да! Вы не боитесь трудностей? Нет! Здесь все как в настоящем форте «Боярд» – сложные спортивные и интеллектуальные задания, преодоление препятствий и приключения. Ребята из летнего лагеря «Ромашка», который действует на территории одноименного детского сада, разделились на две команды, чтобы доказать, что именно они достойны забрать честно заработанный клад старого форта. Мы, искатели приключений, форт Боярд пришли играть, нас делись побеждать! Искателям приключений и охотникам за удачей предстояло пройти восемь интереснейших испытаний, добыть ключи и подсказки. «Каждый может открыть только один сундук». Это понятно? Да! Помогали им в этом, как и в знаменитом шоу, «Таинственные мэтры теней» и «Любитель загадывать загадки» стали с фура. Ребята искали ключи в сундуках, емкостях и жидкостях, забивали гвозди, участвовали в различных играх на скорость и смекалку. Словом, скучать было некогда. Мы готовились всем дружно нашим коллективом. Девочки наши, педагоги молодцы, участвовали абсолютно все. То есть, ну, всем детским садом, потому что мероприятие очень масштабное и хотелось организовать, чтобы оно прошло на отлично. Те эмоции, которые мы дарим детям, это самое важное в работе каждого педагога. Мы рады, что в «Ромашке» дети получают удовольствие, радость и приходят к нам с большим удовольствием. В результате напряженной борьбы и победу одержали охотники за удачей и забрали столько сокровищ форта, сколько смогли унести. Но их соперники не особо расстроились, ведь главное не победа, а участие. Очень доволен. Мне все понравилось прям. Мы собрали четыре ключа и две подсказки. Самое сложное – это первое испытание, где надо было расставить шашки в определенном порядке. Как ты думаешь, как вы отыграли? Достойно? Да, хорошо. Могли бы лучше? Могли бы. А что помешало? Ну, наверное, то, что мы не очень все запоминаем, и то, что ловкости мне чуть-чуть не хватает. В игре приняли участие ученики седьмой, пятой и девятой школ с первого по третий класс, посещающие летний лагерь «Ромашка». Всего же здесь весело проводят время 30 ребят из различных школ «Видного». И впереди у них, как уверяют вожатые, начальник лагеря еще много интересных приключений. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Участники клуба любителей поэзии организовали поэтический марафон, посвященный Дню памяти и скорби. В рамках мероприятия члены литературного кружка читали стихотворения о Великой Отечественной войне. Я убит под Оржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. Поэтический марафон под названием «И потери, и победы. Не забудем никогда» стартовал в мае этого года. В его рамках участники клуба любителей поэзии, работающего по программе «Активное долголетие», читают стихи о войне, как известных авторов, так и собственного сочинения. Это наша дань памяти тем, кто погиб в борьбе с фашизмом. Это дань патриотизма, который мы должны воспитывать в нашей молодежи. Это, наконец, дань нашему русскому языку, отраженному в поэтическом творчестве, который мы должны любить и сохранять. Все участники клуба сами выбирали произведения. Ночь, холодная землянка, перострелка, тишиня, небо чистое, как шклянка, топот быстрого коня. Я его помню со школы. Когда я сама родилась в Белоруссии и читаю на белорусском, и почему-то я его запомнила со школьной скамьи. И оно такое, вот, именно, и оно актуально даже в это время. Раиса Зеленская посещает занятия клуба с самого его основания. Для марафона прочитала отрывок из поэмы Василий Тёркин. Я его очень давно, это стихотворение, ношу в себе. И всегда, если появляется такая возможность, я его почему-то читаю. Все выступления чтецов размещены на официальных аккаунтах клуба любителей поэзии в социальных сетях. Присоединиться к марафону может любой желающий. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.